Девушки отдыхают У памятника Шибанкову почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной войны собрались ученическая молодежь города, ветераны и представители городской власти. О страшных днях и ночах той войны, о героических и мужественных подвигах ее солдат, сегодняшних ветеранов напомнили присутствующим Красноармейский военный комиссар, председатель Союза ветеранов и заместитель Красноармейского городского головы. Великой Отечественной войны... Во время митинга были возложены цветы у вечного огня, также все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Весь ужас военных дней навсегда останется в сердцах и памяти ветеранов. Но и молодое поколение, выросшее в мирное время, понимает, что пришлось пережить дедам и прадедам и не забывает их героический подвиг. Это событие знаменательно не только для старшего поколения, но и для нас, молодежи. В каждом из нас живет память о своих дедах, прадедах, которые воевали в Великую Отечественную войну. Молодежь нашего города помнит о этих подвигах и будет стараться, стремиться быть достойной сменой отцам, дедам, прадедам, которые отвоевывали и приумножать доблесть и славу Украины. После митинга в историческом музее состоялся круглый стол «Великая Отечественная война в Украине, что знают о ней молодежь», в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной, ученики общеобразовательных школ номер 2 и номер 5, а также учителя, основатели музея военной славы в этих школах. Люди старшего поколения поделились со школьниками воспоминаниями о войне и трудных послевоенных годах, а ученики, в свою очередь, рассказали о том, что им известно об освобождении Украины. Сегодня Красноармейский Доримстрой номер 8 обслуживает 1300 километров дорог и три района – Красноармейский, Добропольский и Александровский, которые были присоединены к Красноармейскому управлению год назад. За год совместной работы, несмотря на многочисленные трудности, в первую очередь финансовые, отдаленность объектов и значительное увеличение обслуживаемых дорог, работники Доримстроя качественно и в сжатые сроки управлялись со своими заданиями, помогая при этом еще и городу. План выполнен за 9 месяцев на 6 миллионов 89 тысяч. Отремонтировано 81 километр дорог, отремонтировано 15 тысяч квадратных метров объемочного ремонта. Отремонтировано по городу, мы сказали очень большую помощь, будем говорить так, отремонтирована улица Днепропетровская, вот протяженностью 7,3 километра и улица Шмидта. В планах на ближайшее будущее ремонт улицы 40 лет Украины и дорог микрорайона Лазурный. И уже сегодня Красноармейский Доримстрой номер 8 полностью готов к зиме. Затремонтирована вся техника, очистительная, посыпочная и ходатайствует перед областным управлением о выделении горюче-смазочных материалов. В день работников дорожного хозяйства хочется пожелать сотрудникам Доримстроя, во главе с руководителем Николаем Васильевичем Коломойцем, любить и выполнять свою работу качественно и своевременно, на радость и комфорт всем нам, водителям и пассажирам. Я хочу поздравить всех автомобилистов, поскольку этот праздник дорожников присоединили к автомобилистам, хочу поздравить автомобилистов, пожелать всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, а также дорожников своего управления, управления Доброполе, Красноармейского и всех, вообще дорожников области, с этим профессиональным праздником пожелать всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, счастья и всех благ. Благотворительный фонд «Глины Донбасса детям» и его президента, депутата областного совета Виктора Викторовича Левита, знают не только на Добропольской земле. Эта организация помогает многим и работает по разным направлениям, главным из которых является благополучие детей. Фонд охватывает широкий спектр деятельности. Это детские садики, школы, дети из неблагополучных и многодетных семей, инвалиды и многие другие. Тесная дружба завязалась в благотворительной организации и у Добропольской школы-интерната. Интернату оказывается помощь уже на протяжении трех лет, начиная с благоустройства школы, заканчивая праздничными подарками. Совсем недавно на адрес фонда пришло письмо, которым просилось оказать помощь при обретении посуды. И вскоре фарфоровые подарки прибыли в интернат вместе с сладкими сюрпризами. Мы привезли чашечки для каждого ребеночка. И привезли... Мы понимаем, что в чашечке должно что-то наливаться, и чтобы деткам было приятно пить и закусывать конфеткой. Вот мы привезли конфетки, там сладкие палочки. Ну это, в общем-то, так сказать, ну будем говорить, обычное дело. Ребята дружно собрались возле машины, разгружая такие необходимые интернату подарки. Теперь у них будет новая красивая посуда. У каждого класса своя, различная по цвету и орнаменту. А вот сладкие палочки и конфеты надолго не задержатся. И это правильно. Ведь детям необходимо как можно больше получать положительных зарядов энергии и приятных эмоций, а также ощущать помощь и поддержку взрослых. Мы видим в этих детках не с сегодняшнего дня помощь, а помощь на следующие годы, когда они закончат это учебное заведение, когда они получат специальное образование. И я уверен в этом, что многие из них останутся в этом районе жить и работать. Лицей — это нечто особое, неповторимое. Здесь не просто учат ребят, дают знания. Здесь учат быть самим собой, найти себя, раскрыть и развивать таланты, которые обязательно заложены в каждом из нас. Преподаватели и лицеисты — это настоящее братство, крепкое и дружное. Восьмой раз лицей отмечает свой праздник. И в этом году, как и всегда, на День лицея приехали выпускники всех семи выпусков. Потому что для тех, кто здесь учился, лицей остается в сердце навсегда. К этому празднику весь лицей рисует, репетирует. И такое отношение к празднику, это потому что дети, выпускники, и те, которые учатся у нас, очень любят свое учебное заведение, свою альма-матер. Отсюда выходят с хорошим багажом знаний. 99% поступают в высшие учебные заведения. И причем, обратите внимание, 75% на бюджетную основу. Сегодня здесь учатся 122 лицеиста. И это их день, их праздник. Более любимого праздника в лицее не существует. Но этот день будет отобразиться в моей памяти на всю жизнь. Ну, не буду я его постоянно вспоминать в будущем. Я первый раз отмечаю этот праздник. Для меня это, наверное, больше, чем все. Я с нетерпением ждала этого дня. Для меня лицея – это все. Мне очень здесь нравится. Здесь отношение совершенно другое, чем в школе к тебе. Здесь тебе относятся как к личности. Здесь тебе обращаются на «вы». И здесь ты можешь реализовать все свои возможности, весь свой потенциал. И хочется поздравить всех наших выпускников, всех лицеистов, всех родителей с этим большим праздником, который мы всегда торжественно отмечаем. Счастья всем, радости, хороших друзей, терпения, огромной силы воли, потому что жизнь наша такая сложная. Нужно иметь мужество, чтобы выстоять, чтобы не сломаться, чтобы гордиться своими достижениями и где-то уважать себя. 160 юных спортсменов из 16 школ города и лицея участвовали в пятницу в забеге. Спортивный праздник проходил под девизом «Здоровое поколение Донбасса». Кросс состоял из 12 забегов. В первых шести соревновались ученики 12 и 13 лет. А во-вторых, сборные команды возрастом от 15 до 17 лет. Финал выдался азартным и шумным. Каждый болел за своих друзей, за честь своей школы. И хотя погода немного подкачала, разгоряченная от бега и крика детвора отлично провела время на спортивном празднике. Первое место среди участников младшей категории заняла общеобразовательная школа номер 5 у мальчиков и школа номер 4 у девочек. А у сборных команд лучшими были и юноши и девушки из школы номер 5. По неполным общеобразовательным школам первое место досталось ребятам из школы номер 14 и ученицам 15-й школы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова